Вот тут несколько комментариев от троллей. Я хочу их все зачитать. Ну, не все, там и некоторые. Значит, Новодворская в гробу переворачивается, слушая Борового, Старовойтова тоже где-то тут, она же написала или кто-то еще, Старовойтова в гробу переворачивается, российские демократы заканчиваются на украинском вопросе, ну и так далее. Значит, друзья, эта фраза, кстати говоря, насчет российские демократы или либералы заканчивается, была произнесена в 90-е годы, когда странам Балтии нужна была поддержка эстонцам, литовцам, латышам. И действительно многие, те, кто называл себя демократами, выступали против самостоятельности, против автономии, против государственной независимости. Мы выступали за независимость, и Валерия Ильинична была награждена, кстати говоря, литовским орденом, именно потому, что еще за много лет до начала вот этих событий в Вильнюсе, она говорила о независимости Литвы, Эстонии, Латвии, о необходимости, еще даже до того, как сами политики стран Балтии начали говорить о хозрасчете. Так что здесь у нас твердые позиции, и вот этот прием, его тролли используют очень часто, КГБшники, значит, обсуждается какая-то тема. И вдруг, а вот вы сами, ну неважно что там, в моем случае, там пишут, убил Дудаева, агент КГБ, продажный журналист. Меня купить нельзя. И Валерию Ильиничну нельзя было купить. И технически вот этот прием, мы же говорим о демократии в Украине, это главная тема, как ее сохранить, как не допустить авторитарного режима. Давайте считать, что я плохой, все эти грехи там, которые мне тролли и КГБшники приписывают там, присутствуют, ну пожалуйста. Даже считайте там, если очень хочется, что я продажный. Но тема-то другая. Тема – независимость Украины, свободу Украины, демократия в Украине. Ну я отдельный ролик по поводу троллей напишу, но это такой избитый прием, так это примитивно. Сам дурак. Ну, если вы пришли поспорить, если вы пришли с некоторой позиции, ну защищайте ее, транслируйте, артикулируйте, пишите о ней. Тут же ведь неважно, ваш оппонент, плохой человек или хороший. Я иногда затеваю споры, ну, с людьми, которых не уважаю. К Максиму Шевченко ходил в его пропагандистские структуры, на его радио, там, ну и не только. Там, на телеканал «Звезда» ходил поспорить. Потом, когда они поняли, что уже ничего сделать нельзя со мной, там, не переубедить, ни как использовать меня для пропагандистской работы. Ну вот, перестали, слава богу, перестали звать. Многие информационные ресурсы в России для меня закрыты, ну, категорически закрыты, стоп-листы близко не подпускают. И, слава богу, это прекрасная характеристика в Украине сейчас, вдруг. Некоторые ресурсы стали закрыты. Не потому, что я там выступаю против Порошенко или за какого-то кандидата, а потому, что я говорю, ну, такие общие вещи, которые многие не хотели бы, чтобы услышали граждане Украины. Потому, что это тоже рассматривается как пропаганда, общий разговор, общее рассуждение на тему о демократии. Так что, дорогие тролли, а Валерия Ильинична, я уже об этом много говорил, мы с ней в такой степени совпадали, что она очень сердилась, но я иногда писал за нее какие-то посты на основании наших общих бесед, наших общих позиций. Уверяю вас, после вытворения Михаила Саакашвили, после лишения его гражданства, она бы произносила ужасные слова про Петра Алексеевича Порошенко. Я человек деликатный, но приготовилась бы к тому, что, если бы она была жива, вам пришлось бы ее обвинять в том, что она убила Дудаева, что она продажный журналист или публицист, что она агент КГБ. Как КГБшники-чекисты и делают, там, любимая их фотография, Валерия Ильинична-Водворская в генеральской форме, генерал КГБ. Ну вот ничего, возразить невозможно против неубиенных аргументов. Приходится пытаться переводить хороший, правильный прием, когда возразить нечем, тема переводится на самого человека, как у Михаила Михайловича Жванецкого. В нужный момент надо потребовать у человека паспорт, предъявить, если вы проигрываете в споре.